мур привет друг это зверько и гайд на фрею реворкнутую в 2020 году придется ее так и датировать а то запутаемся совсем гайд будет коротким поскольку первоначальная версия разработчиками была отвергнута кстати попробую найти ссылку на ее первый интересный вариант ну а всякие мелочи типа нажмите атаку чтобы атаковать я тоже опущу кроме изменения внешнего вида теперь в лучшую сторону изменили навыки коротко по ним пассивка фрея получает ускорение на 2 авто атаки после применения любого навыка складывается до 6 раз это то чем нужно пользоваться постоянно кроме того две атаки дают нам стак парной звезды он видишь под хп нет маны а только цепь ромбиков особо можно не заморачиваться они будут больше нужны для прыжка первый навык это стандартный прыжок с небольшим притягиванием и небольшим оглушением чем больше стаков тем шире область больше урон и сильнее притягивание расстояние прыжка от стаков не увеличивается второй навык первое нажатие наносит урон по прямой области достаточно далеко незначительно замедляет цель и весит щит на фрею второй и третий удары уже потребуют стаки а четвертый также потребует стак но вдобавок нанесет урон вокруг себя и подбросит врагов воздух урон гораздо сильнее чем у первых двух ударов для использования навыка на полную не обязательно сразу набивать полные стаки покажу в тактике дальше у нас ульта фрейя усиливает себя получают все стаки получают дополнительный щит в хп и теперь и автоатаки усилены вдобавок наносит урон в веерной области баг с вампиризмом исправили все работает нормально но прервемся настало время спонсора сегодняшнего выпуска raid shadow legends если тебя как и меня уже бомбит от милашности современных игр с их понями и розовыми соплями а хочется больше реалистичности брутальности тьмы и эпика то именно raid shadow legends перенесет тебя в мир мрачного темного фэнтези ты можешь скармливать неугодных чемпионов для прокачки твоих любимцев давай прямо сейчас откроем несколько осколков и посмотрим на выпавших чемпионов чтобы решить пожертвовать их или сохранить теперь ежедневные награды за посещение увеличены с 90 дней до 180 каждый день ты будешь получать бесплатные награды от пополнения энергии серебра и драгоценных камней до осколков с новыми чемпионами например как скилла окрыленная разработчики raid shadow legends расширили аудиторию и теперь в raid можно играть и на компе версии взаимосвязаны и ты не потеряешь набитый прогресс теперь ты сможешь играть даже в офисе кстати и на пк и на мобиле игра абсолютно бесплатно так чего же ждать качай raid только по моим ссылкам и получи 100 тысяч серебряных монет 2 ключа кланового босса 10 загадочных осколков а также крутого чемпиона законницу в качестве бонуса для всех новых игроков удачи я жду тебя в рейде а теперь время эмблем тут подойдут эмблемы убийцы с первым перком потому что его усилят в дальнейшем а фрея отлично подходит для ганг банды дополнительный навык кому какое нравится многие берут вспышку а я очищение поскольку играя агрессивно часто прыгаю еще к неразряженным противником и ловлю лицом контроль сборки как всегда у бойцов очень вариативные а вот тебе моя на старте берем или мачете если идем соло или маску если идем с кем-то с маской бонуса за ганги хватит для фарма покупаем сапоги на физ защиту или на защиту от магии бесконечная битва мы будем часто использовать его пассивку с помощью второго навыка клинок отчания очень классно работает когда автоатака бьет по толпе увеличивая урон по тем кто полумертвый вдобавок даст урона бесконечной битве в чем его фишка если ты бьешь по группе героев с ослабленным персом увеличенный урон начнет идти по всем кого задевает автоатака чтобы ты мог вносить этот урон да еще исцеляться крылья королевы дальше на любителя можешь взять два предмета на криты либо щит афины и золотой метеор урон есть скорость у нас с пассивки а они добавят выживание ну что дождались тактика сходу про второй навык его дальность очень слабо отображается но она достаточно огромна 5 корпусов и под шаг фрии как и у последующих двух ударов им ты можешь добивать убегающего противника вдобавок для каждого последующего удара не нужно иметь заряженными все стаки звезд даже с пустыми стаками можно использовать навык по полной просто нажимаешь навык две ускоренные автоатаки опять навык опять атаки и даже после последнего удара землю у нас еще остается две ускоренные автоатаки единственно тебе конечно понадобится противник об которого ты будешь бить автоатакой прокачиваем навык в первую очередь благодаря такой комбинации фрея активирует бонусы мачете и бесконечной битвы но очень часто весь геймплей фрей состоит на перемежение навыков и автоатаки кроме случаев когда нужно внести контроль сразу тогда мы спаме второй навык либо если тебе надо догнать противника тогда лучше иметь полной стаки прыжок и если ты достал хотя бы круглой областью то врага подбросит прямо к тебе инициация ганга набиваешь стаки прыгаешь к противнику прожимаешь ульту и начинаешь топором размахивать как душе угодно стаки у тебя вновь полная ах да маленькая хитрость отходи чуть назад чтобы противники тебя не окружали так ты будешь попадать по большему количеству противников даже после применения ульты не забывай связку навык автоатака это позволит поддерживать и щиты и скорость автоатаки одновременно на этом я заканчиваю рассказ если что-то пропустил допиши в комментарии не забудь подписаться на канал и нажать колокольчик удачи друг субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»